Бригада дорожных рабочих под руководством прораба Владислава Максимова заканчивает ремонтировать улицу Владимирскую за прошлую ночь. Закатали в асфальт площадь дороги, равную одному футбольному полю. Это участок от Новоурицкой до Пенденской, а в целом от больничной до безземянной длина составила километр и 900 метров. Караван машин с завода привозит качественный материал, он тут же попадает под катки двух видов. Статический убирает заволнованность после фрезерования, динамически максимально уплотняет поверхность. Всего на ремонте дороги трудились 21 рабочий и более 30 единиц техники. Улицу Владимирскую приводят в порядок по нацпроекту безопасные качественные дороги. Привели в порядок более 22 тысяч квадратных метров дороги. Сначала ликвидировали фрезерованием все дефекты. Затем установили люки колодцев и дождеприемные люки более полсотни на одном уровне с поверхностью дороги. Это позволит продлить срок службы дорожного полотна. Всего израсходовано почти 3800 тонн асфальта. Завершатся работы нанесением разметки из термопластика. Гарантийные обязательства, если будут провалы, либо трещины асфальтобетонного покрытия, мы должны их устранить. Уже выполнены работы более чем на 90%. Я думаю, что мы все это видим и выполнены работы с надлежащим качеством. Особо хочу отметить тот момент, что при выполнении работы по ремонту выполняется ежесуточный, круглосуточный контроль за ходом выполнения работ как в дневной, так и в ночное время. В этом году впервые в Самаре при ремонте дорог картами применяется асфальтобетонная смесь А16ВН. Специалисты уверены, что этот материал лучше своего предшественника. Помогают экспертам контролировать ход и качество работы общественники и по необходимости вносят свои предложения. В этом году работы по восстановлению дорожной сети ведутся опережающими темпами и общий план по Самаре уже выполнен на 80%. Сергей Кизоркин, Мария Левина, Константин Головин, Николай Сидоров. События.